Продолжим выпуск. В перинатальном центре «Мытищ» продолжается неделя грудного вскармливания. Она проводится ежегодно с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В рамках мероприятия в МГКБ состоялась школа матери «Чаепитие в Мытищах. Мы вместе за грудное вскармливание». На встречу пришли порядка 30 будущих родителей, а также те девушки, которые уже стали мамами. Участницы обменялись впечатлениями, опытом и задали специалистам интересующие вопросы. На школу я пришла второй раз. Первая лекция была по уходу за младенцем, на которой я была. Мне очень понравилось, потому что я буду рожать впервые. Это мой первый ребенок. И у меня хотя бы появляется хоть какая-то ясность, что с ним вообще делать, когда он родится. И кроме того, немножечко уходит страх перед появлением малыша. Поэтому сегодня я пришла еще раз на тему грудного вскармливания. Тоже очень интересная тема, которая очень тщепетильна для многих мам. Тема важная не только для будущих мам, но и отцов. Поддержать своих супруг пришли и мужчины. Уже не первый раз нахожусь на вот этих вот мероприятиях. Сегодня хотела послушать о грудном вскармливании. Сейчас наша мама находится в врача на приеме. Тоже попозже подойдет. Цель лекции – информирование женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка. Как отмечают специалисты, последние годы тенденция к кормлению грудью возвращается. Современные поколения, они очень активные, они позитивные, они настроены на грудное вскармливание. Им это все нравится, они много читают. То есть тот, кто пришел сейчас на школу, я уверена, что будет задавать много вопросов. То есть они, скажем так, в свете последних событий в теме. То есть они в теме грудного вскармливания. Это, конечно же, очень радует, поскольку это самое важное в жизни для маленького человечка. Всю эту неделю пациентки не только получали ценные знания о грудном вскармливании, но и полезные подарки. Напоминаем, в перинатальном центре проходят Дни открытых дверей. Будущих родителей ждут 12 августа в 11.00 в МГКБ по адресу Коминтерна 24-7.